Трагедия семьи из поселка Озерный стала трагедией каждого родителя. Как потерять за несколько дней ребенка не укладывается в голове. Маленькой Софии было всего год и девять. В прошлый четверг у девочки поднялась температура. Вопреки всем слухам, врача на дом вызывали. Она просто посмотрела горлышко, сказала, что горлышко уникальное, что воспаление просто идет и все. Она просто дала таблетки жаропонижающие, просто сбить температуру. И все. Она сбивала температуру. В пятницу это все было. Все. В воскресенье стало плохо ночью. Утро вызвали скорую, отвезли уже все. Отвезли в инфекционную больницу. В палате реанимации врачи боролись за жизнь малышки около двух часов. Безрезультатно. Болезнь носила молниеносный характер. Предварительно причиной смерти называют менингококковую инфекцию. Заболевание, которому особенно подвержены дети от двух до пяти лет, чреватое необратимыми последствиями и достаточно сложное в диагностике на начальном этапе. Первые признаки это повышение температуры, это головная боль и присоединение рвоты. Вот триады, вот эти три этих главных симптома. И, конечно же, когда повышается температура, это невозможно определить с первых часов, что это будет менингит. Менингит или нет, выяснит судебно-медицинская экспертиза. Александр, дядя покойного ребенка, в свою очередь удивляется, откуда столько грязных слухов. Маму девочки окрестили слишком молоденькой, хотя ей 25. Семья вполне благополучная, все работают, ребенок ни в чем не нуждался и лекарства покупали вовремя. В поликлинику обращались по мере надобности. Поселок Озерный обслуживается четвертой детской поликлиникой. Адрес, по которому проживала маленькая Соня, относится к первому участку. Совпадение это или нет? Участковый педиатр с этой недели находится в отпуске. Пока двухнедельным, сообщили в регистратуре поликлиники. Республиканский Минздрав, произошедшее в подробностях, еще не рассматривал. Комментариев по делу пока нет. То, что это не первый случай менингита в городе, настораживает родителей. Следственное управление уже проводит проверку. Всю необходимую медицинскую документацию изъяли. Разговоры со следователем не избежать ни родственникам, ни врачам, ни отложки, ни медикам инфекционной больницы. Участковый педиатр, несмотря на свой отпуск, даст показания. Будут изучать каждую мелочь, возможно, с привлечением медспециалистов. Девочка заболела накануне, то есть за несколько дней. Не в понедельник, а за несколько дней. Каким там образом происходило лечение, что ей там давали, какие рекомендации давал участковый педиатр, следовала ли им мама. Это уже будет в рамках проверки проверено все. Пока мама, девочки и родственники в шоковом состоянии. Никого не винят. Говорят, просто судьба такая. Но если доследственная проверка найдет основание, то уголовное дело заведут. Светлана Лашина, Игорь Гангаев. Наши новости. Поселок Озерный и Саранск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова